Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. И следующие годы учитывать те больные вопросы, на которые в первую очередь надо обращать внимание. Для нас это очень важно. Обратная связь какая? Что вы получаете в ответ от жителей города? На самом деле, буквально на этой неделе у нас стартовал этот проект. Мы надеемся, что в ближайший месяц-полтора мы получим достаточной информации о том, на каких участках нам сосредоточить свою работу. то, естественно, есть моменты, которые нельзя решить в рамках одного бюджетного года, но, тем не менее, я считаю, что вот те узкие направления, которые звенят, которые у кировчан на слуху, мы обязательно будем решать. То есть вы вот так вот пытаетесь наладить диалог с кировчанами, чтобы они... Обратная связь. Обратная связь, да. Поэтому мы сейчас тоже заявляем 708-502, можете к нам звонить, задавать абсолютно любые вопросы, Дмитрий Николаевич ответит на все, что вы захотите. Больные моменты, вы сказали. А какие больные моменты? 2013 год заканчивается, нужно подводить итоги. Какие итоги? Вы знаете, конечно, дороги, это, наверное, самое главное, что существует в городе, из проблемных моментов, на которые надо обращать внимание. Но кроме них есть еще такие проблемы, о которых многие кировчане, в принципе, не знают и не догадываются. Прежде всего, это состояние наших инженерных сетей. Если говорить на сегодняшний день, буквально месяц назад мы встречались с руководителями КТК, мы видим, какое количество сетей безвозвратно стареет. И мы понимаем, что если не предпринимать жестких решительных мер по восстановлению этих сетей, то буквально уже в 2016-2017 году мы можем перечислить через черту невозможности теплоснабжения города Кирова в безаварийном режиме. У нас эти проблемы существовали и раньше, но на сегодняшний день объем старения у нас значительно опережает те капиталовложения, которые несут наши ресурсоснабжающие организации и город по этим сетям. Соответственно, мы в данном направлении работаем и, я думаю, что в ближайшие полгода презентуем те инвестпроекты, которые позволят ремонтировать и восстанавливать инженерные сети. Если по воду мы на протяжении уже нескольких лет ведем работы по реконструкции, то по тепловым сетям на самом деле отстаем. Прежде всего, отстаем не по магистральным сетям, а по тем сетям, которые ведут тепло непосредственно в жилые дома. — Насколько я помню, город все-таки получил какие-то средства в порядка 7 миллиардов рублей, получит с 2021 по 2024, перед празднованием 650-летия, юбилея города. Это как раз-таки практически все деньги пойдут... — Игорь, совершенно верно. — Но это 2021 год, вы говорите, 2016-2017. То есть нам придется 5-6 лет какими-то своими способами находить какие-то решения. — Есть варианты решения данной проблемы, начиная с того, что нам надо пересключать договор и ту сумму арендных платежей, которые платит ресурсоснабжающая организация, получая в тарифе за те властнабжения, необходимо направлять и эти средства увеличивать. Если в 2013 году порядка 60 миллионов было затрачено на реконструкцию как раз тех сетей, которые стареют, то мы надеемся, что в 2014-2015 году эта цифра значительно увеличится. И у нас сейчас есть предложение со стороны КТК, со стороны ТГК-5 о том, что в случае создания нового акционерного общества, где город войдет со своими сетями, объем инвестиций может достичь несколько миллиардов рублей. Цифра называется 4 миллиарда рублей. — Ну то есть, в принципе, можно говорить о том, что на протяжении вот этих ближайших лет, плюс те деньги, которые город получит на празднование, ну так скажем, юбилея города, мы после где-то там, ну, 25-го года сможем на длительное время забыть о проблеме, коммунальной проблеме с сетями. — Мы должны, на самом деле, забыть, наверное, про нее не получится никогда. Эта проблема существует во всех городах, это современный ремонт и износ сетей. Но я думаю, что мы должны достичь той точки, когда объем старения, ветшания, будет в динамике ниже, чем объем приведения в порядок и реконструкции этих сетей. Такая сдача есть у нас. — Вы еще сказали, что город неким образом будет участвовать, то есть это что значит? — Сети наши, сети наши, и за те деньги, которые мы получаем за аренду данных сетей, мы 100% направляем на их реконструкцию. Таким образом город тоже будет участвовать. — Недавно был у нас эфир, немного была другая тема. Говорили мы про дома, про то, что хотят их раскрасить, но почему-то слушатели звонили, говорили про остановки. Недовольны они остановками, которые сейчас у нас в городе появились? Как можете это прокомментировать? — Светлана, мы на самом деле тоже, наверное, недовольны остановками, которые у нас в городе существуют. И не только те, которые появились в этом году, но и в том числе те остановки, которые благополучно у нас раскрашены, разбиты, сломаны. В этом году, да, мы поставили больше 50 остановок, но ставим их в антивандальном виде. Значит, именно такие остановки тяжело разрушить. Они соответствуют, кстати, всем требованиям по безопасности, которые предъявляются к остановочным комплексам. Значит, но наша задача перейти к тем красивым цивилизованным остановкам, которые, я думаю, что город Киров заслуживает. — То есть вот это не окончательный вариант? — Это не окончательный вариант. Это промежуточный вариант к цивилизованному пути. Буквально в следующий год, сегодня на оперативном совещании обсуждали, будет проведен конкурс на размещение в городе стеклянных остановок с листающими штендерами, на которых можно будет размещать рекламу в стеклянном исполнении. Но хотелось бы попросить всех жителей и гостей города Кирова сохранять то, что мы будем делать. — Скажите, пожалуйста, сейчас, насколько я знаю, установили 116 новых остановок. Это получается, что их уберут и будут новые ставить? А ведь на это потратили 8 миллионов рублей. — Значит, не 116 цифр, а меньше, там порядка 50 остановок. На самом деле в городе Кирове 553 остановки общественного транспорта. Соответственно, цифра, которую необходимо... Давайте называть вещи своими именами. Любой срок службы, вернее, любой объект имеет срок службы. Мы понимаем, что вот те остановки, которые поставили в этом году, они останутся на этих местах. В новых местах, где у нас будут устанавливаться остановки в 2014 году, они уже будут иметь другой вид. Значит, это в основном центральные улицы. Например, там, театральная площадь, например, привокзальная площадь и так далее. Значит, на следующий год будем облик остановок улучшать. — Давайте вернемся к остановкам после слушателя. Алло. — Добрый день. — Добрый. Представьтесь, пожалуйста. — Меня зовут Роман. — Роман, да. — Да, я хотел бы вашему гостю задать вопрос по поводу парковочных мест, которые в дворовой территории. Принцип одного окна сделать, потому что я столкнулся сейчас с такой проблемой, что нам администрация нашла землю возле дома. И сейчас приходится ходить это все согласовывать. Может, сделать, чтобы чиновники сами это все делали. — Спасибо за вопрос, Роман. На самом деле, хочу, наверное, всем слушателям сказать, что дворовая территория является собственностью тех жителей, которые живут в многоквартирном доме. Поэтому приведение в порядок дворовых территорий, на самом деле, наверное, это обязанность собственников. Тем не менее, город и бюджет областной через дорожные фонды участвуют уже не первый год в наведении порядка и в ремонте дворовых территорий. В прошлом году 121 двор был отремонтирован. И я думаю, что эта работа будет продолжаться и дальше. Здесь бы, наверное, хотел обратить внимание на программу, областную программу поддержки проекта местных инициатив. И на самом деле, в 2013 году 55 таких проектов было реализовано. На следующий год количество заявок уже больше. Порядка 80 заявок мы сейчас обрабатываем. Поэтому, пожалуйста, проявляйте активность. И мы с удовольствием будем помогать развивать те территории, где жители проявляют инициативу и участвуют в благоустройстве. Инициатива, какая-то часть средств от жителей, соответственно, и деньги на это. Вы знаете, в рамках бюджетного финансирования нельзя 100% весь объем работ, которые необходимо выполнять, в дворах делать. Например, жители устанавливают и ремонтируют спортивные детские площадки. Мы занимаемся ремонтом проезжей части тротуаров. Таким образом, объединение усилий позволяет навести порядок фактически за один год в конкретном дворе. Слушатели у нас еще на линии. Алли, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Алексеевна, я живу в Новоевске. Вот я все время слышу о бюджетных средствах. И меня интересует. У нас около рассвета была, ну сейчас у глобуса, была очень хорошая остановка. Выполнена очень грамотно, очень большая, с кирпичными стенками, где могли укрыться очень много людей. Эта остановка принадлежала Авдееву, Александру. Меня интересует, почему нельзя было человеку сделать компенсацию за эту остановку и оставить нормальную, хорошую остановку. Это предприниматель, да, какой-то? Да, это предприниматель. Почему ему нельзя было выплатить компенсацию за его остановку и оставить нормальную остановку, на которую обещалось до полусотни людей? На ваших остановках 10 человек не уменьшается. У нас сейчас вот на лыжном комбинате стоит такая остановка. И второй вопрос меня интересует. Скажите, пожалуйста, а кто вот эти остановки, какой архитектор их утверждал? Я таких похабных остановок не видела нигде, ни в одном городе, сколько ездила по стране и за границей. Татьяна Алексеевна, спасибо вам большое за вопросы. По мере поступления, Татьяна Алексеевна, первое. На самом деле, те предприниматели, которые занимались торговлей на остановочных комплексах, так называемых, по первоначальным договорам должны были восстановить остановки после снятия объекта. Ни один, еще раз подчеркну, практически ни один предприниматель после себя нормальную остановку, которая была до остановки торгового павильона, не оставил. Если бы господин Авдеев обратился с просьбой каким-то образом компенсировать, уверен, что мы нашли бы способ компенсировать затраты, связанные с этой остановкой. Но, увы, остановка была как неразрывный комплекс, связанная с этим киоском, и при сносе киоска остановка была тоже демонтирована. Таких примеров у нас много, поэтому мы и вынуждены были в 2013 году взяться за установку тех павильонов, тех остановок, которые сейчас существуют. Да, наверное, это не идеальная конструкция, но, еще раз повторю, для того, чтобы сделать нормальную, цивилизованную, красивую стеклянную остановку, надо, наверное, научиться их сохранять. Как только мы поймем, что те средства, которые будут затрачены, а на самом деле, если считать данные остановки, вот в таком варианте, как мы сейчас ставим, стоят порядка 30 тысяч рублей, нормальная стеклянная остановка, которую нам предлагали московские дизайнеры, изготовленная на заводе, стоит от 90 тысяч рублей. То есть разница более чем в три раза. То есть те остановки, которые сейчас, 30, да? Порядка 30 тысяч рублей по конкурсу у нас цена получилась. И то есть вы постарались, ну, главное, чтобы было антивандально, а красота это уж потом, когда-нибудь? Нет, не когда-нибудь, я думаю, что в ближайшее время. Но про стеклянные. Вот до 90-100 тысяч рублей, так понимаю, они будут стоить. Сколько их планируется стоять? Везде? То есть или вот эти вот коричневые остановки, они, собственно, наверное, как-то по крайним, что ли, будут расставляться? Ну, в том числе, да, есть варианты демонтажа остановки, перенос ее в другое место. А в центре города, конечно, должны стоять стеклянные красивые остановки. Порядка скольких будет, чтобы, примерно, понимать, сколько на это будут подращены средства? Если остановки общественного транспорта есть в городе, то порядка 300 остановок — это центральная часть города Кирова. Все остальные будут, я так понимаю, вот эти вот коричневые? Совершенно, наверное. То есть их можно выставлять на периферию, там, где, на самом деле, небольшие пассажиропотоки. И вот если отвечать на второй вопрос, Татьяна Алексеевна, о том, как привести в порядок, есть примеры, например, это же привокзальная площадь, где на остановках общественного транспорта идет большое количество пассажиропотока и перегрузка пассажиров. Там должно стоять не один павильон, а порядка 3-4 павильонов. Второй вопрос у Татьяны Алексеевны был по поводу Агна. Какой дизайнер, я так понимаю, никакой дизайнер не работал? Нет, на самом деле были эскизные проекты, которые предлагалось установить. Но еще раз говорю, основной целью этих эскизов — это было сделать остановки, которые невозможно сломать за год, за полтора. Я, кстати, помню, что говорили, что будет у них какая-то желтая крыша, в итоге они все-таки все остались коричневые. Нет, там поликарбонат желтого цвета на самом деле на крыше практически на всех остановках. Ну, то есть те остановки, которые будут, которые 90-100 тысяч, они мало того, что они тоже антивандальные, но они еще и визуально будут лучше. Ну, сложно их назвать антивандальным, потому что это стеклянные остановки, которые мы видим с вами в Казани, в Москве, в Нижнем Новгороде. В Ростове, кстати, такие видел? Прекрасные остановки мне понравились. Ну, опять, вторая проблема, о которой тоже хотелось бы, наверное, начать говорить, это то, что эти остановки у нас в городе Кирове очень быстро, интенсивно заклеиваются всевозможной рекламой и объявлениями. Рекламу сегодня тоже еще поклоняются. Да, тоже мы затронем эту тему. Сергеич пишет, можете как он, кстати, писать нам смс-ки 8-900-9-720-101-0. Эти остановки африканские варианты, и то в засуху при полном штиле издевательства над здравым смыслом. Ну, вот примерно на самом деле такие были отклики от слушателей по поводу этих остановок, когда мы обсуждали совсем не это. Обсуждали, да. Ну, действительно, Кировчан задевает эту тему. И даже вот сейчас я взяла газету «Источек новостей» в руки. Они провели опрос на этой неделе, 817 человек опросили, 67% ответили на вопрос, нравится ли вам новые остановки. Нет, они тесные и не спасают от непогоды. Ну, вот так вот беспокоятся Кировчане. Очень хорошо, что мы получаем такую информацию. И я думаю, что на следующий год при подготовке и проведении конкурсной процедуры на установку остановок в 2014 году мы все эти замечания учтем. Так, знаете, получается, в этом году противовандально, а в следующем году можно уже обычно поставить за год люди как воспитание. Не уверен. Вот по поводу воспитания. Как все-таки намерены воспитывать людей, которые расклеивают объявления? Ну, если говорить про расклейку объявлений, буквально две недели назад у нас состоялась встреча с основными концертными площадками в городе, где также в режиме диалога подняли вопрос о несанкционированной расклейке объявлений, рекламы и так далее, договорились о следующем, что в городе постараемся в 2014 году, в перво-втором квартале, начать с 50 тумб информационных, где, возможно, будет рядом с остановкой общественного транспорта, нормальной цивилизованной расклеивать объявления и рекламные плакати. То есть это такие круглые тумбы, где можно будет расклеивать? Совершенно верно. А с теми, кто расклеивает на остановке прямо или на столбах, на деревьях и так далее? Какие санкции? Ну, есть административное наказание за несанкционированную расклейку. На самом деле, достаточно тяжело это администрируется, но есть примеры, когда люди платят штрафы за несанкционированную расклейку и этим будем заниматься дальше. Вопрос, кто будет платить? Потому что поднимались варианты, как и тот, кто расклеивает, но непосредственно, как сейчас есть. В этом как раз и есть коллизия основная юридическая. И тот, чьи объявления, собственно. Я считаю, что тот, чьи объявления расклеены и чей телефон в итоге висит, должен платить за нарушение правил благоустройства. Но таким же образом можно подставить людей. То есть нанять кого-нибудь, кто будет расклеивать с указанием телефонов и так далее. А на самом деле предприниматель будет отношение мить. В каждом конкретном случае, естественно, комиссия административно будет разбираться. Звонок у нас еще один. Слушатель, алло. Добрый день, Дмитрий Николаевич. Добрый день. Моя фамилия Смирнов Александр Борисович. Вам, наверное, известна проблема на перекрестке Щерса и производственной. Совершенно верно. Смирна Плехова, я получил от него ответ, что у нас там планируется двухуровневая развязка. Ну, думаю, это одно из мечтаний, Геннадий Иванович. А может быть сделать нам по Щерсе метров за 150 до производственной по третьей полосе, чтобы можно было как из города, так и в город направо свободно поворачивать. И у нас освободится средняя полоса. Там надо по пять столбов троллейбусных перенести и тротуары вон тут перенести, а не двухуровневую развязку там городить. Как вы на это смотрите? Спасибо за вопрос. На самом деле двухуровневую развязку вписать в габариты данного перекрестка, наверное, уже невозможно, потому что соседние территории застроены, застроены капитальными объектами. Значит, поэтому рассматривается вариант устройства кругового движения. А то, о чем вы говорите, это дополнительные полосы разгона и торможения при совершении правого поворота. Уже проект изменения есть. Остановка общественного транспорта, который находится на улице производственной, должна уйти при совершении левого поворота. Таким образом, должны в каждом направлении появиться дополнительные по полосе в каждую сторону. И когда это будет реализовано, Дмитрий Николаевич? Примерно? Ну, вот сейчас не могу сказать про 2014 год. Вот услышали, постараемся включить в план работ на 2014 год. Спасибо за предложение за вопрос. Надеемся. Вас с Новым годом наступающим. Спасибо вас также. Спасибо большое за звонок. Слушатели, так же, как и Александр Боисович, можете к нам позвонить 708-502 и задать свой вопрос. Ну и поздравить с Новым годом. Да, и СМС-сообщение можно еще написать 8-909-720-101-0. Вначале обязательно подписывайтесь. Начали мы говорить про стеклянные тумбы, где можно будет размещать... Стеклянные тумбы. Как это правильно называется? Информационные тумбы. Информационные тумбы. Просто не совсем представляю... Остановка стеклянная, тумба деревянная. Как они будут выглядеть? Вы уже давно говорили об этом. Почему до сих пор нет? Нет, смотрите, у нас есть рекламная тумба, и буквально на последнем заседании Кировской городской думы схема размещения вот этих тумб, она была утверждена. Это отдельный проект, который будет заниматься МБУ-реклама. А что касается информационных тумб, где каждый желающий может повесить свое объявление, данные поручения, вот как раз после той встречи с концертными площадками, которая состоялась у нас, мы дали проработать эскизный дизайн этой тумбы. Опять же, повторюсь, наверное, в антивандальном исполнении с бетонным башмаком, с бетонной крышкой или с металлической крышкой. Но на самом деле хотелось бы, чтобы стенки вот этой круглой тумбы были деревянными, для того, чтобы можно было, начиная с кнопок, заканчивая на обычный клей, размещать объявление. Вы дизайн видели? Дизайн пока не видели, дали поручение отработать дизайн и отработать технологию с той точки зрения, чтобы эта тумба была максимально недорогой. Ставим задачу, чтобы она стоила от 3 до 5 тысяч рублей, и чтобы она была в таком варианте, который можно было легко смонтировать, легко демонтировать, но в то же время, чтобы ее нельзя было опрокинуть и укатить куда-то в сторону. У нас такие случаи тоже, кстати, имеются. Так, тут вот из твиттера нам еще пишут, вызван 43, кстати, можете туда тоже писать. Вот как Антон Далгих, вопрос к вам, почему отказываетесь включить меня в состав комиссии по безопасности дорожного движения? Спрашивает он, почему отказываетесь? Ну, такого отказа на самом деле не было. У нас есть созданная и рабочая комиссия по безопасности дорожного движения. На каждое заседание комиссии мы можем пригласить любого желающего, заявившегося, если есть конкретные предложения, конструктивные предложения, мы готовы их выслушивать и реализовать. И от Ольги смс 8909-720-101-0 пишите, как и, собственно, она, Ольга Ивановна, пишет. За год только с простейшей двухкомнатной квартиры и только за отопление платим более 13 тысяч рублей. Где деньги ЗИН, спрашивает она. Все очень просто. Все, что касается коммунальных услуг, это вопросы к ресурсоснабжающим организациям, которые защищают свои тарифы на уровне региональной службы по тарифам. На самом деле, производство 1 гиг калорий строит определенных денег и тарифы утверждаются РСТ. Что касается содержания с двухкомнатной квартиры, я представляю, что каждый собственник платит порядка 300 рублей. Это деньги, которые идут на содержание мест общего пользования и подготовку коммуникации к весенне-зимнему или к осеннему отопительному сезону. Да, но это, конечно, целая отдельная тема и много хочется говорить. Вопросов много и по другим темам. Говорили мы сегодня про остановки и такая смежная тема ларьки. Много было разговоров в минувшем году, много было критики по этому поводу. В адрес администрации, нестационарные объекты. Какие планы на следующий год? На самом деле, тема достаточно больная. И мы, как я считаю, нашли достаточно конструктивный вариант выхода из ситуации. Была создана рабочая группа. Очень хорошая встреча стоялась у нас на площадке ВТПП. Спасибо Николаю Михайловичу. Мы решили воспользоваться нижегородским опытом. То есть на местах общего пользования, на землях общего пользования, где невозможно сформировать отдельный земельный участок и предоставить в аренду, мы будем готовить и предоставлять торговые места. Значит, с определенным сроком установки и службы объекта, с соответствующими условиями по оплате за торговое место. Это конкурсная процедура. Переходный период мы возьмем 2014 год. Значит, подготовим конкурсную документацию. И каждый желающий предприниматель в тех местах, где нестационарный торговый объект на самом деле нужен для жителей города Кирова, может поучаствовать в торгах за право размещения торгового объекта. То есть я считаю, таким образом мы придем к нормальному цивилизованному подходу в нестационарной торговле. 708-502, напоминаю, что вы можете к нам позвонить. Это прямой эфир. Набирайте, задавайте вопросы, что вас беспокоит. И Дмитрий Николаевич ответит на все вопросы. Есть у нас слушатель, да? Алло. Алло, здравствуйте. Добрый день. Да, представьтесь. Виктор, меня зовут. Живу на улице Маклина, перекресток Маклина и Карла Липнихта. Мы писали несколько месяцев назад в администрацию предложение по поводу сделать улицу Маклина, молодую гвардию, Горбачева, одностороннее движение. Потому что на Маклине творится просто безобразие. Люди уже стрелят друг друга, скоро начнут. Вроде бы администрация дала положительный ответ, но каких-то реальных действий не происходит. Я и в ГАИ ездил, там тоже положительно к этому относятся. На самом деле, спасибо за вопрос. Данные предложения поступали, и у нас есть задача в 2014 году сделать улицу Маклина односторонней от Карла Маркса до Октябрьского проспекта. Первые улицы у нас Герцена и Горбачева уже введены в режим одностороннего движения. Это требует определенных процедур, в том числе согласования с ГИБДД. Я думаю, что в первом квартале улица Маклина тоже должна стать односторонней. Сейчас у нас реклама. Слушатели 708-502, мы скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове. Светлана Удельна и Грысев. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Николаевич Дран и глава администрации города Кирова. Здравствуйте еще раз. Слушатели, вы можете к нам звонить. 708-502 – это наш номер телефона. И можете задавать волнующие вас вопросы, что вам не нравится. Может быть, наоборот, сказать слова благодарности. Дмитрий Николаевич, вы хотите все, что угодно. 708-502 – это прямой эфир. Да, 8909-720-101-0, номер для ваших смс, подписывайтесь обязательно. Ну, я думаю, что вы уже к этому привыкли. Кроме всего прочего, заходите на наш сайт и на страницу ВКонтакте «Хакирова». Там вы найдете опрос, который мы сегодня для вас подготовили. Основной проблемой Кирова остается. Несколько вариантов ответов. Мы в конце часа нашего эфирного обязательно вам расскажем, что же вы выбрали. Слушатели у нас на линии. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Нет, звонок сорвался. 708-502, наберите нас еще раз. Говорили мы уже об остановках, и вот не спросила я, а интересно мне в том числе. И это тоже скоро появится электронное табло. Это как один из пилотных вариантов. На остановку общественного транспорта, прежде всего там, где у нас идет пересечение нескольких автобусных или троллейбусных маршрутов, хотелось бы поставить электронное табло, где каждый пользователь может, подходя, увидеть, через сколько минут подойдет тот или иной маршрут общественного транспорта. Я думаю, что это даст возможность более рационально использовать время и не нервничать, не ждать бесконечности те автобусы, которые иногда сходят с линии. Будут делать табло уже на те остановки, которые поставили? В 2014 году, я думаю, что порядка 50 остановок мы оборудуем. Вот выше мы говорили об тех красивых остановках, которые должны появиться на театральной площади. Я думаю, что одним из первых остановочных комплексов это будет театральная площадь, привокзальная площадь. Слушатели у нас. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Валентина Геннадьевна. Мы вас слушаем. Дмитрий Николаевич, хотелось бы спросить по отмене автобуса 170-175 маршрутов микрорайона Ленгасова и Захарищева. Просто отменяют, вынесено решение об отмене с 1 января. Я разговаривала с самим Чичибабиным, и он поясняет, что нерентабельно, невыгодно, что бензин намного тратится. Но у нас ведь огромное количество взрослого населения и студентов ездят с пересадками, придется ездить. А сейчас вот эти маршруты, они очень удобно. И очень много городских жителей тоже подсаживаются. И даже кондуктора говорят, что у них, я волнуюсь, поясняют, что они не теряют в деньгах нисколько, что у них оборот, там 8 тысяч в день получается, по 3 тысячи за одну поездку до Ленгасова. Валентина Геннадьевна, скажите, пожалуйста, до Ленгасова сейчас вы сколько платите за проезд? 23 рубля. 23 рубля. Спасибо вам большое за звонок. Не только Валентина Геннадьевна интересует именно эта тема. Были звонки по поводу 170 и 175 маршрутов. На самом деле вопрос достаточно сложный. Объясню почему. До 2013 года данные маршруты были пригородными. И отношения перевозчики выстраивали с правительством Кировской области непосредственно с Департаментом дорожного хозяйства. В 2013 году данные маршруты были переданы нам. Без большого нашего желания и большого согласия. Городу. Городу, да. Совершенно верно. И мы увидели сумму выпадающих доходов. На сегодняшний день сумма выпадающих доходов от этих маршрутов больше 100 миллионов рублей по году. Больше 100 миллионов рублей бюджет города должен потратить на обеспечение работы данных автобусов в том графике, в том маршруте, который сейчас существует. Соответственно, первые предложения, которые были озвучены, это сократить протяженность маршрута для того, чтобы жителей пригородных населенных пунктов или населенных пунктов, которые отдалены от центра, вот сейчас мы говорим про Ленгасово, Победиловское направление, направление русское, Сейдоровка, привести в точки пересадки общественного транспорта, который у нас по городу ходит. И дать возможность жителям воспользоваться проездными электронными билетами для того, чтобы, уже двигаясь по городу, не переплачивать деньги, связанные с поездкой внутри городской черты. То есть, поэтому оптимизация маршрутов 170-го, 171-го, она как раз вызвана тем, что количество поездок, количество переездов не должно упасть, количество машин не должно упасть, но эти машины должны ходить по более короткому плечу. Таким образом, мы постараемся, чтобы жители Ленгасово и других направлений пригородных не пострадали. Но при этом, опять же скажу, задача еще и сэкономить бюджетные средства, честно скажу. Что касается транспорта, какие еще есть изменения? Знаете, если говорить про транспорт, это отдельная тема, я думаю, для отдельной передачи, потому что в 2014 году у нас заканчиваются договора с перевозчиками, которые были заключены в 2009 году, пятилетние договора. И к концу 2014 года мы постараемся подготовить достаточно мягкую транспортную реформу для того, чтобы жители не пострадали. Количество транспорта в городе сократилось, значит, сократилось за счет того, что автобусы не должны, наверное, ходить с одной крайней точки до другой крайней точки, а дать возможность жителям бесплатно, вот подчеркиваю ключевое слово, бесплатно совершить пересадку в течение 30 минут после начала своего движения на общественном транспорте. Таким образом, житель будет иметь возможность выбирать кратчайшее расстояние от точки А до точки Б. То есть метро. Принцип метро, да, это возможность такая существует как раз при пользовании электронными картами. Соответственно, мы вот не зря вводили электронные проездные билеты, это как раз один из этапов вот этой модернизации. Значит, еще раз повторюсь, по городу Кирову на сегодняшний день двигается порядка 700 машин общественного транспорта. Для нормальной ритмичной работы общественного транспорта, соблюдая графики, необходимо порядка 500 машин. Значит, при этом ключевую фразу хочу сказать. Если мы будем двигаться по старой схеме, то неизбежен рост тарифов, потому что заполняемость общественного транспорта на сегодняшний день меньше 10%. Для того, чтобы сохранить тарифную составляющую, которая есть сегодня, не расти, нам надо увеличивать плотность пассажиропотока, или нам загрузку транспорта надо увеличить хотя бы до 25%. Для этого мы вынуждены делать, или мы будем предлагать, обсуждать новую маршрутную сеть. Для того, чтобы каждый житель выбирал оптимальный маршрут, бесплатно пересаживался, тем самым мы сможем сократить количество транспортных единиц, тем более устаревших модификаций. То есть есть 30 минут, и можешь пересесть на другой автобус? Совершенно верно. Вот такая европейская модель. На самом деле хочется двигаться к европейской, а не к азиатской модели, хотя в азиатских моделях тоже есть интересные изюминки, не буду говорить про большие мегаполисы, но Киров не мегаполис, а может быть это и плохо, потому что у нас есть узкие улочки, и нам очень интересно, чтобы количество транспорта в городе было оптимальным, и чтобы жители пользовались общественным транспортом. Это важная задача. Слушатели, не так много времени у нас остается, поэтому звоните к нам 708-502, задавайте свои вопросы и успевайте также и смс писать 8909-720-101-0. Сергеич пишет, Победиловский тракт, дорога самоубийца, асфальт, узкая полоска, хотя бровки по 2 метра. Нельзя ли расширить асфальтовые дорожки, пишет он. На самом деле вопрос, наверное, не совсем к нам, потому что Победиловский тракт – это собственность областная. Проект реконструкции или, скажем, стоимость реконструкции данного участка, если взять дорогу до аэропорта, порядка 16 километров, будет стоить на одну сотню миллионов рублей. Я думаю, что данное направление обязательно надо включить в приоритет работ на ближайшие годы, потому что плотность потока в сторону Победилова, она растет. Замечания правильные, существенные, но ответить за то, в какие сроки будет проводиться реконструкция, я сейчас не смогу. Роман, на самом деле, хорошо помню эти поездки и часть обещаний на самом деле выполнена, в том числе, открытие магазина, который вы тогда просили, жительный микрорайон, нормализация теплоснабжения жилых домов. Что касается ремонта дворовых территорий, процесс или, скажем, очередь на ремонт дворов, на сегодняшний день больше тысячи дворовых территорий. В городе их порядка 6 тысяч. В год мы ремонтируем порядка 120-150 дворов. Поэтому для того, чтобы, скажем так, на конкурсной основе или на какой-то другой основе отремонтировать ваш дом, двор, пожалуйста, принимайте в проекте местных инициатив участия. Таким образом сможем значительно ускорить процесс начала ремонта. О чем сегодня уже говорили? Ну, просто пообещали, видите, поэтому люди ждут. Ну, пообещали и хотелось бы сделать на самом деле все дворы одномоментно, но есть ограничения определенные финансовые, увы. — Да, вот такой еще вопрос, что я вспомнил. Все-таки что у нас с деньгами со штрафов, которые вот с системой видеофиксации? Как этот вопрос решается сейчас? — 100% всех штрафов поступает в областную казну, и область распределяет данные средства по всем муниципальным образованиям, в том числе по городу Кирову. Если вы следили, 30 миллионов рублей, которые мы должны были получить для реализации программы безопасности дорожного движения, получили пока меньше, но на эти деньги строится один из пешеходных переходов, который буквально на этой неделе должен принять первых пешеходов. На следующий год также у нас программа существует, мы понимаем, какие объекты нам надо вводить для обеспечения безопасности дорожного движения. В этом году также получилось достаточно неплохо поработать по светофорным объектам, и в том числе вот тот светофор, который многие критиковали на привокзальной площади, значит, наведение порядка с парковками на привокзальной площади, я думаю, что в ближайшее время будет иметь достаточно неплохой эффект. По крайней мере, сейчас машины уже стоят не хаотично, перекрывая проезжую часть, и движение транспорта, оно не настолько стало проблематичным, как было до установки светофора. То есть регулирование движения пешеходов и автомобилистов на самом деле необходимо в городе. Да, ну и на план, наверное, на следующий год. Я хотела еще сначала, один еще вопрос у меня есть, тоже хочу его задать. В начале нашей беседы, как одна из больных тем, вы сказали, дороги наши. Ну, естественно, тема такая большая, серьезная и действительно болезненная. Недавно был в эфире у меня, по-моему, Павел Васильевич Кошкин, тоже мы говорили про дороги, и задаю я ему вопрос, вроде бы и ремонтируют, и вроде бы и неплохо ремонтируют, вроде бы даже и вовремя ремонтируют, но все равно асфальт тает. Появляются ямы постоянно. Почему? Почему это происходит? На что Павел Васильевич мне сказал, что проблема как раз в ЖКХ. Потому что все идет именно оттуда, и какие бы мы дороги ни делали, как бы часто ни ремонтировали, какого бы качества они ни были, все упирается в ЖКХ. Как тут решать вопрос? Получается палка от двух концов. Это одна из проблем, которая не позволяет сохранять дороги. Но на самом деле я бы сказал, наверное, основная проблема это не ЖКХ. Основная проблема это то, что дороги строились в 60-е и 70-е годы не под те нагрузки, которые существуют сегодня. То есть на сегодняшний день количество грузового транспорта и интенсивность не позволяет эксплуатировать те дороги, которые строились 30-40 лет назад. Для того, чтобы они выносили, выдерживали сегодняшние нагрузки, необходимо их реконструировать. А это значительно более дорогая работа. И как раз в процессе реконструкции решается вопрос о выносе или защите коммуникации, которая находится под дорогой. И как быть? Искать деньги, ремонтировать. Другого варианта нет. Реконструировать или строить новые. Если говорить про уличную дорожную сеть, на самом деле считаем, что основными приоритетами на ближайшие годы должны быть реконструкция улицы Московской, реконструкция Октябрьского проспекта, выход в чистые пруды со строительством путепровода, который, знаете, стоит 2 миллиарда 800. И строительство объездной дороги западного обхода, который по проектно-смертной документации стоит порядка 15 миллиардов рублей. Это уже планы на ближайшее будущее. 2014-й. Очень мало времени остается. Вот буквально кратко. Какие проекты, что главное сделать? 2014-й год. Однозначно будем заниматься территориями отдыха. Это парки-скверы. Если заметили парк имени Кирова, парк имени Гагарина, набережная, она преображается, эти работы будут продолжены. Естественно, ремонт и поддержание в нормативном состоянии уличной дорожной сети будем заниматься. Значит, это очень большая программа у нас по переселению. На самом деле город Киров за последние 30 лет ни разу так не переселялся, как переселился в 2013 году. Это и исполнение судебных решений, и программа, которая действует федерально. Мы 30 тысяч квадратных метров должны построить за 3 года. Еще раз подчеркиваю, построить, потому что купить на первичном и вторичном рынке получается очень дорого. Строить получается дешевле. На сегодняшний день себестоимость строительства жилья, которое ведет наш УКС, 30-31 тысяч рублей. На рынке, сами знаете, дешевле 40 тысяч за квадратный метр купить не получается. Это основные направления приоритета. Ну и инженерные сети, о чем мы говорили выше. Все, спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. Дмитрий Дравный, глава администрации города Кирова. Быстро, наверное, подведем итоги опроса еще, если ты не забыла. Опрос, да, быстренько мы сейчас... Очень хочется услышать, да. Давайте, да, захожу я к нам на сайт, смотрю. Так, 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 31, даже практически 32% ответили все-таки дороги. Последний вопрос мой. Это первое место в нашем опросе. То, что основной проблемой, что считают жители нашего города, на втором месте это точечная застройка, на третьем месте зеленое насаждение, ну и уже потом ЖКХ и где-то там вдали общественный транспорт. Меньше всего волнует жителей, фу, жителей, жителей города Кирова, которые проголосовали ВКонтакте. Зеленое насаждение 4-5%, большинство, почти 50% все-таки тоже за дороги, и их на втором месте ЖКХ, ну точечная застройка где-то третья. Понятно, в принципе, обрисовали проблемы. Спасибо большое вам за информацию. Обязательно будем ей пользоваться для планов на следующий год. Приходите к нам, и все-таки, чтобы диалог с жителем нашего города был. С огромным удовольствием. Все, пока. Светлана Удельна, Игорь Иси, программа «Дневной разворот в Кирове». Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!